муссовое пирожное с глянцевой глазурью состоит из нежного мусса вишневого желе на ароматном бисквите а сверху зеркальная глазурь первым делом приготовим бисквит яйца взбиваем с сахаром примерно 7-10 минут до пышной пены не забудьте добавить ваниль постепенно вводим муку и тщательно перемешиваем тонким слоем выливаем тесто на противень засланный пергаментной бумагой аккуратно ровняем лопаткой выпекаем разогретой духовке 12-15 минут готовый корж вынуть из духовки и дать остыть когда бисквит остыл вырезать восемь сердечек они должны быть меньше чем диаметр формы на следующем этапе приготовления вишневое желе вместо вишни можно взять любую другую ягоду у меня вишня замороженная ягоды разморозить извлечь косточки желатин залить водой и оставить на 10 минут в сотейник добавляем вишню с сахаром измельчаем с помощью блендера клубнику или малину можно не измельчать ставим на средний огонь и доводим до кипения снять с огня и добавить разбухший желатин хорошо перемешать до полного растворения желатина выложить желе в форму диаметр 20 сантиметров форму застелить полиэтиленовой пленкой или фольгой убрать желе в холодильник минимум на час тем временем подготовим вишневый мусс желатин заливаем горячей водой и оставляем на 10 минут вишню измельчаем с помощью блендера добавляем сахар ставим на средний огонь и доводим до кипения снимаем с огня и добавляем разбухший желатин процеживаем через сито отставляем в сторонку охлажденные сливки взбить до мягких пиков к сливкам постепенно добавляем вишневое пюре аккуратно перемешиваем формируем пирожное ячейки формы заполнить муссом наполовину достать из холодильника застывшие вишневое желе вырезать формы в средину ячейки кладем желе сверху долить мусс почти доверху и положить бисквит слегка вдавить в мусс убираем морозильную камеру на 3-4 часа приготовим зеркальную глазурь желатин заливаем водой и оставим на 10 минут сотейник добавляем сахар воду и сгущенное молоко доводим до кипения снимаем с огня и добавляем желатин хорошо перемешиваем горячую массу добавить к белому шоколаду и оставить на 5 минут добавляем пищевой краситель и взбиваем погружным блендером процедить глазурь через сито и дать остыть примерно до 35 градусов достаём пирожное из морозилки отправляем на решетку я использовала рюмки не забудьте под низ поставить тарелку каждое пирожное равномерно поливаем глазурью даем несколько минут чтобы излишки глазури стекли края я украсила кокосовой стружкой аккуратно снимаем пирожное со стаканов оно очень липкое переложить пирожное на тарелку если пирожное подержать в морозилке то оно больше будет похоже на мороженое можно просто убрать в холодильник на 2-3 часа чтобы пирожное полностью разморозилось вкусно и так и так не забудьте подписаться на наш канал чтобы не пропустить новое видео всем приятного аппетита друзья